Воспитанники Рокчеевского кадетского корпуса из Нижнего Новгорода побывали в Новоселицах. Именно там изначально располагался корпус. И именно на новгородской земле были воспитаны первые рокчеевские офицеры. Что привело будущих военных в глубинку, выяснила наша съемочная группа. Юные гости из города Тезки искренне удивляются, когда слышат о путанице Великого с Нижним. С ними, уверяют ребята, такого не случится. Такого не было ни разу. Два разных города, две разных истории. Хотя та часть истории, в которую они приехали вписать новую неизвестную страницу, у наших городов общая. В 1834 году в новгородской деревне Новоселицы появился первый в России провинциальный графа Рокчеева кадетский корпус. А 30 лет спустя он всем составом был переведен из Великого Новгорода в Нижний, где и просуществовал вплоть до революции 1917 года, воспитав не одно поколение профессиональных военных. Отыскать историческую родину и могилы своих предшественников нынешние нижегородские рокчеевцы решили несколько лет назад. В этом году задача увенчалась успехом и, разумеется, благодаря помощи новгородских коллег. Жители деревни нашей, которые уже находятся в возрасте, они вспоминают, что плиты с кладбища использовались для строительства и хозяйственного двора, который находится здесь недалеко, и даже для школы. Но раз плиты использовались, значит люди помнят, что было и кладбище. Мы начали, конечно, опрашивать жителей. К сожалению, их не так много сейчас осталось, но кое-что вспомнить могут. В результате поиска, в котором подключились ученики и педагоги Новоселецкой школы, место захоронения первых рокчеевцев было определено с максимальной точностью. И теперь здесь появился мемориальный знак. Я не ожидал, когда мы первый раз сюда приехали, что будет такая реакция, что нас так тепло здесь примут. И то, во что это валялось сегодня на сегодня, это вообще просто грандиозно. Интерес к событиям середины позапрошлого века – это не только дань памяти прославленным предкам. Возможно, благодаря совместной работе бывший графа Рокчеева кадетский корпус в деревне Новоселица удастся восстановить. Многие прежние корпуса сохранились и ждут нового хозяина. Я очень надеюсь на то, что все-таки мы будем опять возрождать здесь именно юно-армейское такое направление. В любом случае, интерес к прошлым украдным корням позволит этим ребятам и впредь никогда не путать два города с общей и в то же время такой индивидуальной историей. Из Новгородского района Ольга Ионова, Нина Крючек, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение.